МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Жизнь Херсона после ухода российских войск. Мы видим не флаги, мы видим надежду и свободу. В этом дайджесте также рассказ россиянина об опыте переезда в Бразилию после начала войны. Свидетельство украинского волонтера о помощи жителям Харькова в первые дни боевых действий и ранений, которые он получил. А также рассказ о выставке «Мой голос имеет значение». Свидетельство женщин о войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнем с главной сегодня темы. Россия 15 ноября нанесла ракетные удары как минимум по 12 регионам Украины. Атакована критическая инфраструктура, в стране проводится массовое отключение электроэнергии. Украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре российские ракеты над Киевом. В результате обстрелов повреждены два жилых дома в Печерском районе в центре украинской столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Половина жителей города остались без электричества. Сообщается об одном погибшем. Эти события произошли на фоне саммита группы 20 в Индонезии. Его открыл президент этой страны Джоко Видодо. В своем выступлении он призвал остановить войну. У нас нет другого выхода. Парадигмы сотрудничества крайне необходимы для спасения мира. Мы все несем ответственность не только за свой народ, но и за людей всей планеты. Ответственность означает последовательное соблюдение международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций. Ответственность также означает, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Если война не закончится, нам будет трудно взять на себя ответственность за будущее нынешнего поколения и будущих поколений. Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир оказался в условиях очередной холодной войны. На саммит была приглашена и Украина, хотя эта страна не является членом группы 20. Президент Украины Владимир Зеленский предложил во время своего выступления на саммите план мирного урегулирования, который предусматривает уважение к территориальной целостности Украины и тем тяжелым человеческим и экономическим потерям, которые страна понесла из-за вторжения России. Зеленский призвал к справедливости при обсуждении вопроса окончания боевых действий. Есть набор решений, которые необходимо реализовать. Я хотел бы, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным. Я хочу, чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками. Я хочу, чтобы эта российская война завершилась справедливо и на основе устава ООН и международного права, а не хоть бы как, как это охарактеризовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир видел это. Если Россия якобы говорит, что хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно и не будет никаких «Минсков-3» договоров, которые Россия нарушит сразу после того, как их заключила. Если соответствующих действий для возобновления мира не будет, это будет означать, что Россия в очередной раз обманула вас, весь мир, и заморозила войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно очевидными. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Сказал президент Украины Владимир Зеленский. Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, приняла резолюцию, в которой Россия признается ответственной за выплату репараций Украине. Резолюцию поддержали 94 из 193 членов ассамблеи. Среди тех, кто проголосовал против, например, Беларусь, Куба, Иран и Зимбабве, всего 14 стран, воздержались 73 члена ассамблеи. В резолюции предлагается создать специальный международный механизм учета и компенсации ущерба, который понесла и понесет Украина в результате войны. Также в понедельник сразу две страны Евросоюза объявили о национализации структур, ранее подконтрольных российскому «Газпрому». Польша изымает «Газпромовскую долю» в компании «Эурополгаз», которая управляет польским участком сети газопроводов «Ямал-Европа», а Германия объявила о национализации местной дочерней компании российского газового концерна – компании «Газпром Германия». Как эти два события повлияют на экономику России, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. «Газпром» давно уже не является компанией, которая руководствуется исключительно прибылью и интересами своих акционеров. Ну, то есть есть один главный акционер в лице государства, но, в принципе, «Газпром» исполняет гораздо более широкие функции, в частности, является одним из подразделений Министерства иностранных дел, которое выполняет деликатные поручения и является одним проводником российской внешней политики. То есть больше 20 лет компания является инструментом, который занимается, ну, если называть вещи своими именами, то газовым шантажом. Вот сейчас это обострилось, причем это обострение случилось даже не после начала войны, а за несколько месяцев до ее начала, в сентябре-октябре прошлого года, когда «Газпром» такими вот методами пытался добиться сертификации во второй очереди «Северного потока». Ну, ничего не получилось, но, тем не менее, энергетический кризис начался еще в прошлом году в Европе. Поскольку все эти вещи завязаны на энергетическую безопасность и могут дестабилизировать экономику, и не только экономику, но и вообще социальную сферу, я думаю, что это решение было, ну, если не ожидаемым, то, по крайней мере, предсказуемым и объяснимым. Вообще сейчас Россия находится в очень шатком международном положении, и любые российские активы, будь то активы государственные или компании с государственным участием, находятся под угрозой, потому что буквально накануне Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о том, что Россия должна компенсировать ущерб Украине. Понятно, что тех замороженных активов, которые были западными странами, заморожены после начала войны в рамках санкций, и их уже сейчас не хватит на то, чтобы компенсировать весь ущерб. По большому счету, я думаю, что это только начало. Можно ли говорить о какой-то оценке, какими активами «Газпром» располагает в Европейском Союзе, поскольку пока речь идет только о двух странах, но очевидно, что активы этой компании российской, они есть и в других государствах ЕС. Можно ли говорить о какой-то сумме общей, или о каких-то крупных, например, компаниях или пакетах акций, которые есть в совместных предприятиях? Вот эти вот активы — это не первые. Я напомню, что до этого уже были взяты под оперативное управление подземные хранилища газа, которые управлялись «Газпромом», или, точнее, дочки «Газпрома» немецкой. Так, у «Газпрома» была система подземных хранилищ, которую он как раз осенью перед началом отопительного сезона категорически отказался заполнять. Потом есть доли в каких-то компаниях, уже работающих на конечном потребителе. То есть какие-то страны ограничивали, иностранных участников в конечных поставках потребителей какие-то нет. Там, где это было возможно, «Газпром» по всей Европе скупал в распределительные сети. Сейчас уже понятно, что «Газпром» из гигантской международной компании, которая имела довольно много направлений деятельности в разных странах, превращается вот в такого поставщика газа в Китай, в такой предаточек Китайский. Как может вообще решение о национализации структур «Газпрома» повлиять на поставки газа? Потому что вот мы видим, что Польша изъяла «Газпромовскую долю» в компании, которая управляет польским участком сети газопроводов «Ямал-Европа». «Ямал-Европа», да. И я вот хотел бы спросить, это означает, что, например, «Газпром» теперь не будет поставлять по этому газопроводу газ. Как мы можем оценивать впоследствии этих решений? Нет, это совершенно ничего не означает, потому что после взрыва на Северных потопах «Газпром» максимально задействует все оставшиеся мощности для поставки российского газа в Европу. уже не до шантажа, не до каких-то этих самых, ну, потому что, во-первых, российское правительство уже начинает опасаться, что из курицы, которая несла золотые яйца, «Газпром» превратится в валун на шее. Компания все-таки обеспечивает значительную часть налоговых поступлений. И если такого рода компания резко сократит и добычу, и экспорт, и налоговое отчисление в бюджет, и, соответственно, занятость и все такое прочее, ну, российская экономика уже вся целиком окажется под большим вопросом и прессом. Поэтому насчет того, что «Газпром» будет как-то резко сокращать поставки газа или в долгосрочной перспективе, я бы не беспокоился, вот сейчас, по крайней мере. По последней отчетности на октябрь «Газпром» сократил добычу на 18%. Много это или мало? Я считаю, что много. Доля «Газпрома» на европейском рынке с почти половины сократилась до менее чем 7%. «Газпромовский» газ, который шел по трубам и трубопроводам, он обеспечивал половину европейского рынка. Сейчас этот рынок фактически потерян. Увеличилась добыча в Китае, но по сравнению с тем, что на европейском направлении компания потеряла, ну, это меньше 10%. Это капает в море. Что касается того, как это отразится на российской экономике, косвенно отразится снижением добычи и снижением заказов на трубы большого диаметра, на что-то еще. Что касается бюджета и бюджетных поступлений, то сейчас бюджет давно уже, практически с лета, испытывает серьезные проблемы. Пока все идет за счет допечатывания денег фактически правительство. Говорят, что мы берем деньги из фонда национального благосостояния, но этих денег нет, потому что они заморожены на тех самых счетах в развитых странах. Поэтому они фактически допечатывают под как бы существующие деньги. Почему они так возбудились из-за того, что ООН в Генеральной Ассамблее принял эту резолюцию? Потому что эта резолюция открывает юридический путь к использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Соответственно, этих активов уже даже формально не будет. Под них выпускать какие-то бумаги, облигации или просто печатать денег уже будет весьма затруднительно. По крайней мере, инвесторы посмотрят на это, мягко говоря, не очень одобрительно. Экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант рассказывал о том, как будет развиваться экономика России в будущем. Как заявил журналистом, находящийся на Вали, председатель Европейского совета Шарль Мишель, представители стран-участниц саммита группы 20 уже согласовали проект резолюции, которую по итогам конференции должны подписать участвующие в ней главы государств. Российская сторона согласилась с тем, что в тексте итоговой декларации может цитироваться позиция ООН относительно войны. Глава МИД России Сергей Лавров, присутствующий на саммите вместо президента Владимира Путина, открыто поддержал как минимум упоминание в документе недопустимости применения ядерного оружия в военных конфликтах. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Жители Херсона, откуда были выведены российские войска, вышли на улицы, чтобы рассказать о том, как они воспринимают возвращение этого города в состав Украины. Несмотря на то, что в Херсоне пока нет воды или электричества, из-за значительного повреждения российскими войсками гражданской инфраструктуры, местные жители говорят, что готовы пережить трудности ради свободы. Вот что рассказали они в интервью Борису Сочалка. Это был март. Настроение ноль. Но вы понимаете, я сказала, не могу сидеть, сложа руки. Давай так. Составим листовку, распечатаем и повесим. Попробуем. Страшно было. В пять утра мы выехали, чтобы листовки развесить на остановках. Мне 42 года, и я выходил по ночам, брал баллончик и расписывал стены. Вроде бы детская забава, но я смотрел, что люди проходили мимо, и все радовались. И мне это было очень приятно. Вроде мелочи, а хотелось увидеть. Идёшь по улице, а где-то написано «Слава Украине», и ты понимаешь, что мы держимся, и всё будет хорошо. Война приводит не только к тому, что тяжёлые испытания, оккупацию и обстрелы приходится переживать украинским гражданам. Россияне вынуждены бежать из страны, так как не хотят поддерживать начавшуюся агрессию или боятся быть мобилизованными. Наш коллега Антон Стариков записал рассказ россиянина Ивана, который покинул Россию после 24 февраля. Его нежелание поддерживать войну привело к тому, что он уехал из России с двумя рюкзаками. Меня зовут Иван, я из Петербурга, долго жил в Москве, когда опять вернулся в Петербург. Я закончил ФИНЭК национальной экономикой и политикой, но по специальности не работал. В какой-то момент я начал заниматься проектированием пользовательских интерфейсов, писать код. И я максимально среднестатистический человек. Меня воспитывали мама, папа, бабушки. Все там воевали в Великой Отечественную войну. Прадеды и прадабушка-блокадница. У меня есть семья в Украине, в городе Запорожье. И я там рос, провел очень много времени. То есть я и язык знаю, и писаю, люблю. И этой зимой мы с моей уже женой и моими родителями в январе решили полететь в Будапешт, в Венгрию. Просто я нашел дешевые билеты, и мы все эти гванули на 10 дней. И вот я как сейчас помню, что были там. Я прочитал новость про то, что начали войска присылать на границу. И я точно помню, что в этот момент я понял, что возвращаться в Россию мы не будем, потому что все это пахнет какими-то первыми действиями. Когда мы прилетели в Бразилию, у нас не было буквально ничего. Вот мы вылетели из России с двумя рюкзаками, ручной кладью, в одной, в всякие техниках, в парад, в другом компьютере, в другом, 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 вещи. Работали мы в Португалии, успели снять полторы тысячи евро по курсу, ну, что-то 170 рублей, и все. Ни работы, ни дома, ни родины, ни вещей, ничего. В общем, это буквально жизнь с нуля. И я думаю, что из-за какого-то шокового состояния, из-за того, что идет война, и моя страна, от моего лица убивает людей, притом людей, которых я знаю, лично люблю, меня на самоухонном просит убивать мою собственную семью. И из-за того, что был такой сильный шок, то вот этот шок поменьше, связан с переездом, он был меньше, и как-то все спокойно, хладнокровно здесь мы сделали. И вот этот шок от войны, конечно, перекрывал все с лихвой. Это был рассказ россиянина Ивана о его отъезде из России из-за начала войны против Украины. С начала мобилизации, объявленной Владимиром Путиным и официально так и незавершенной, ведь российский президент не подписал соответствующего указа, прошло полтора месяца. По прогнозам экспертов, вторая волна мобилизации может начаться зимой. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». Украинский оперный певец Сергей Иванчук до начала войны совершенствовал свои вокальные данные. А после полномасштабного вторжения России в Украину он стал волонтером, отвозил гуманитарную помощь в Харьков и вывозил людей из города под бомбами до тех пор, пока его машину, старенький «Жигуль», не обстреляли. А сам он не получил пять пулевых ранений. Сейчас, несмотря на ранения легкого, Сергей Иванчук снова стал петь. Концерты он пока дает в Германии, где проходит длительный курс реабилитации. Свою историю о войне он рассказал в интервью «Радио Свобода». Меня попросили, чтобы я в Харьков отвез гуманитарную помощь. Я согласился. Сказали, только смотри же это районы, которые бомбятся постоянно. Я все равно согласился. Потому что ни жены, ни детей. Только я приехал. Приехал я в Харьков. Я выхожу с машины и прямо возле меня недалеко взрыв снаряда. Выход сначала снаряда, а потом также недалеко от меня взрыв снаряда. И я думаю, боже, куда я? Я думал, что я попал в какой-то безопасный район. А потом я посмотрел по карте, где я нахожусь детально. Я так взял телефон, отдалил. Смотрю, а я на Салтовке. Я Салтовка, она же разбомблена. И я понял, что надо очень быстро тут действовать. Я взял пакеты с едой, гуманитарную помощь. Начал людям домой занять. И они уже были без света, без отопления, без воды, без окон. То есть люди выходили на улицу, брали снег. На улице разводили костры. И на этих кострах готовили еду. Приходили домой. В холодные дома. И там жили. Кто чем мог, окна закрывал. Кто-то одеялами. Кто-то еще чем-то. Батареи все холодные были. Короче, жалко было людей. И тут же люди просились некоторые, чтобы я их эвакуировал. Кстати, многие люди не хотели уезжать. Потому что, во-первых, они думали, что война скоро закончится. А во-вторых, уйдешь, дом размородерит. То есть люди очень держались за дома. И так многие, на самом деле, поумирали в домах. Потому что верили, что скоро война закончится. В общем, я так начал вывозить людей. И так каждый день. Харьков в гуманитарку. С Харькова людей в Полтаву. Мы начинаем ехать. Проезжаем 500 метров. И возле нас слышны взрывы. Как будто бы петарды очень большие взрываются. Прям в метре от машины. Во-первых, это очень страшно. Я думал, может, по-моему, как это... Как калиберная артиллерия работает. Типа, вот уже сейчас часто там летают дроны. Сбрасывают гранаты разные и так далее. И вот когда мы вывернули. В этот момент 30 пуль в машину попало. 5 из них в меня. Самое интересное, никто в машине, кроме меня, больше не построил. Ну, мне сначала ноги прострелило. Я не смог дальше на газ нажимать, на педали. Но тут в машине подсос был. В советских машинах там подсос. Если вытянул подсос, мы так смогли ехать дальше. А потом отстрелило парень на левой руке. Я прям видел, как их отстрелило. Очень жесткое зрелище. Я думал, боже, как мы их приделаем вообще назад. А потом почему-то все пригнулись вниз. Голову опустили. В этот момент пули повлетали на уровне лица. То есть нам бы это в голову должно было повлетать. И так там стекла повлетало. Поразбивало стекла, но не в голову. Ну, уже начинаем ехать дальше. Выровнялись. И дальше у меня уже там в левый бок прилетело. В спину прилетело. А это были российские военные, которые там сидели? Это какие-то снайперы или кто это был? Это ДРГ. Они ехали за нами. В чем задача ДРГ? Есть войска, которые на приграничной территории или на граничной территории приезжают. Им доставлять продукты питания и так далее из России намного сложнее и проблематичнее, чем ДРГ будет ночью ехать. Допустим, мародерить. Или, как потом стало понятно, волонтеры для них это просто золотая жила. Потому что ездит волонтер. У волонтера полная машина еды, бензина, медикаментов. И это все в одном месте. Не надо ездить в магазин грабить, потом отдельно аптеку, потом отдельно на заправку. А заправка бензина не была в Харькове, еды не было, ничего уже не было. С третьего или четвертого дня войны уже ничего не было в Харькове. Поэтому волонтеры – это золотая добыча для ДРГ. То есть едет диверсионно-разведывательная группа. Они же не видят нас как «О, едут люди». Нет, они это видят. «О, есть провизия, надо ее добыть». Как ее добыть? Ну, тут убить. Любой ценой получить провизию. Для того, чтобы обеспечить топливом, едой и медикаментами русские войска, которые там находятся. А волонтеров вычислить очень легко, потому что все же ведут Инстаграм, все должны вести отчетность, все должны показывать, куда идут там деньги, которые жертвуют люди на помощь другим. Это ж ничего с этим не сделаешь. К сожалению, это очень слабая точка. А на начале войны волонтеров никто там ни позовных не давал, не давал бронежилетов, казок. Просто все на собственном интересе это делают. Украинский оперный певец Сергей Иванчук рассказывал о ранениях, которые получил в Харькове в самом начале войны, когда он помогал местным жителям бежать от обстрелов. До начала войны России против Украины в Харькове много лет действовал Музей женской и гендерной истории при местном центре гендерной культуры. Здесь собирали и хранили рассказы женщин о самых разных событиях, в том числе о Второй мировой войне, о том, как пережили ее женщины, которым пришлось два года жить в оккупации. Сейчас музей собирает воспоминания и истории живущих в разных регионах Украины женщин о войне нынешней. Эти рассказы с фотографиями стали основой выставки «Мой голос имеет значение». Татьяна Исаева, директор Харьковского музея женской и гендерной истории, в интервью рассказывает о том, что для нее означает война и о том, как переживают ее женщины. Когда мы говорим о том, что у войны не женское лицо, мы говорим немножко с другим. Вы же помните, да, вот это произведение Елена Светлана Алексеевича «У войны не женское лицо». И уже несколько раз пересматривая, обращаясь к этой мысли, мы говорим, что у этой войны женское лицо, потому что большая часть вынужденных покинуть страну – это женщины, женщины с детьми, женщины с людьми золотого возраста, как мы говорим. Говорить о том, что объединяет их, они все говорят о том, что их жизнь разрушена, разрушены их жизни, жизни их детей. Они говорят о том, что это война, которая шла в нашу жизнь. Мне невозможно верить, мне невозможно ее не принять. Почему? Потому что нужно по-новому жить, нужно по-новому строить, нужно по-новому как-то верить. Я хотела спросить еще об опыте самого музея. Скажите, пожалуйста, как музей пережил то, когда началась война? Что случилось, например, со зданием, если оно сохранено или архивы, которые в музее хранились? Конечно, нам страшно очень. Почему? Потому что каждый день приходят новости о том, что Харьков обстреливается, что разрушено то одно здание, то другое, то в том районе, то в том. То есть все продолжается. Но все равно мы молимся и надеемся, что он выстоит. Поэтому время от времени мои коллеги находятся возможности посмотреть о нем, присмотреть. Пока у нас все хорошо, насколько можно хорошо быть. Почему? Потому что работать мы не можем. Мы сейчас работаем в основном онлайн. Встречи наши онлайн, с нашими всеми церевременными аудиториями, с которыми мы работали, давай мы все онлайн. У нас экспозиция, у нас музей переслежал с места на место. В старом помещении, где мы были. Музей был в коммунальной квартире. В этой коммунальной квартире было две комнаты. В одной общей экспозиции, во второй, поскольку комната была не отремонтирована, мы сделали комнату, в которой женщины прожили войну, оккупацию, два года. И мы туда понаходили вещи какие-то, там, не знаю, старинные поставили. И вот когда люди заходили в эту комнату, а там не было света, там не было отопления, там было все вот как войну, да, как мы себе это представляем. Когда я рассказывала это, показывала, я никогда бы не могла подумать, что я окажусь в такой ситуации. Никогда. Вот если бы мне в тот момент сказали, Таня, ты понимаешь, что вот такое может быть в твоей жизни, что война войдет в том, что ты в твои больше, чем 60 лет окажешься за границей, вынужденной эмиграцией, так сказать. Я бы никогда в жизни не повезла. Я бы сказала, да ладно, ребят, на чём вы говорите. А сейчас вот я попала в это состояние и полгода вот прошло. Я, наверное, не могу окончательно прийти в себя. Почему? Потому что начинаю говорить, начинаю плакать. Когда мы собирали эти истории, каждую историю прочитала, сижу, плачу. Сижу, плачу, потому что я понимаю, что это всё происходит с моими друзьями, с моими подругами, с моими близкими, с моей страной, которую я, ну, знаете, я очень люблю свою страну, свой город. Безумие. Я просто фанатка Харькова. А скажите, вот отношение в Харькове к России, оно, наверное, отличалось от того, что происходило в других регионах Украины, я имею в виду до войны. То есть, наверное, для Харькова это ещё больше был удар, да, чем, например, для центральных регионов страны. Да, у нас пограничный город, да, у нас Белгород, да, у нас рядом Россия, да, у нас очень много связей. Но вот, например, у меня нету связей. У кого-то были родственники или есть родственники. Но люди-то разные. Харьков, он неоднороден. Харьковская область – это вообще же 2 миллиона людей. Поэтому сказать, что у всех было хорошее отношение с Россией – нет, этого не было. У всех было плохое отношение с Россией и с Россией не было. То есть, это всё по-разному, очень индивидуально. И для меня вот сейчас очень важно, когда мы даём, скажем, интервью или официально что-то пишем, чтобы оно всё проходило на украинском языке. Но с другой стороны, я знаю, что очень многие люди меня будут критиковать за то, что я говорю на русском языке сейчас, даю официальное интервью на русском языке. Но вопрос, что для меня важнее, чтобы услышали правду на русском языке. Или не услышали правду на украинском. Поэтому мне это гораздо важнее сказать правду на русском, чем промолчать на украинском. И есть такие вещи, которые людей разъединяют. А я сейчас стою на том, чтобы людей всё-таки надо каким-то образом не соединять, но не разъединять. Татьяна Исаева, директор Харьковского музея женской и генерной истории, рассказывала о выставке «Мой голос имеет значение». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.